В Москве состоялся главный смотр грузовиков и автобусов под названием «Комтранс». Правда, большая европейская «семёрка», куда входят «Вольво», «Ман», «Скания», «Мерседес», «ДАВ» и «Века» и «Рено» выставку проигнорировала. Зато отечественные производители выступили весьма мощным фронтом. А разнообразнее остальных оказалась экспозиция группы «ГАЗ», где главной звездой выступил «Соболь-НН», то есть однотонка нового поколения. Технически свежий «Соболь» представляет собой укороченную «Газель», а потому имеет рамную конструкцию, шестиступенчатую коробку и несколько вариантов моторов. Пока публике показали лишь заднеприводный вариант, но впереди внедрение трансмиссии 4х4. Ещё одна яркая премьера — карета скорой помощи на базе «Газели-НН». Для создания машины газовцы опросили сотни бригад неотложек, после чего появилась принципиально новая компоновка салона и пневматическая подвеска задней оси. Садко, справивший дебют на прошлом Комтрансе, сейчас заполучил шестидиапазонный автомат, причём созданный и выпускаемый силами самой группы «ГАЗ». В свою очередь главный среднетоннажник страны «Газон-Некст» разжился электронными системами помощи водителю. От грузовой техники к пассажирской. Некоторое время назад компания решила отказаться от брендов «ПАЗ», «КАВС», «ЛИАЗ» и «ГАЛАЗ», начав продавать автобусы под общей маркой «ГАЗ», которая нынче презентовала новое семейство пассажирских машин серии «Ситимакс». На Комтрансе прошла премьера сразу двух моделей. Младший «Ситимакс-9» — это низкопольный заднемоторный автобус длиной 9 метров. У него большая площадь остекления, неожиданная компоновка салона и минимальный радиус разворота. Сверху модель среднего класса прикроет 12-метровый «Ситимакс-12», способный перевозить до 85 пассажиров. Притом инженеры изначально предусмотрели самые разные силовые установки — дизельные, газовые, электрические и даже водородные. И газовцы не просто анонсировали, а сразу показали свой первый водоробус. Точнее, два. Помимо большого «Ситимакса» на выставке красовалась хорошо знакомая перевозчикам «Газель-Сити», но оснащённая топливными элементами. Кстати, на ступеньку выше «Газели-Сити» теперь располагается «Валдай», тоже «Сити». Последний создан из одноимённого бескапотника. Из любопытного перечислим несущий кузов, заднюю пневмоподвеску и низкопольную компоновку. Прямо сейчас мы готовим большую программу, посвящённую прошедшему Контрансу. Следите за эфиром телеканала Автоплюс.